Что вы будете делать, когда Путин умрет, ребята? Что вы будете делать, когда Путин умрет? Блин, брата. Повесимся на хуй. Повесимся, мы не выдержим такое. Будет коллективное повешение. Коллективное повешение. Кстати, вот вы шутите, а мне кажется, так и будет на самом деле. Спасибо тебе. Спасибо тебе. Спасибо, что с твоей. Мы за царем пойдем. За царем пойдете, я понял, понял. За горохом. Вот именно что за горохом, да. А что будете делать, когда Путин умрет? Мы? Ну, ты лично. Вы, вернее, извините, вы. Я? Когда Путин умрет? Да, да. Так а Медведев придет? А Медведев у нас, знаешь, такой человек, наверное, вы видели видео, да? Он предлагает давно уже уехать в Украине ядерной бомбой. И что будет? Ну и все, Украина не будет, и все. А Беларусь будет? Беларусь будет. Будет, а Россия будет? Ну и Россия будет. А ты знаешь, знаешь, последствия ядерной бомбы? Я знаю. Ну, ты знаешь? Ну, на Хиросиме, Нагасаки, уехать, живут, живут. Ну, там Киев, там сдует Киев, до Львов, ебтого, в основном. Куда Роза Ветров, конечно, пойдет. Ну и все, не будет Киева и Львова, а? Смотри, смотри, не будет Киева и Львова, что на этом Украина закончится? Да, конечно. Да ты что? Что ты рассказываешь? А что в Украине? А что там осталось-то? Что там осталось? Два города из... Сейчас тебе скажу, сколько в Украине. Ну, там я тебе говорю, если когда уехать по Киеву и Львову, все педали там подохнут, нахуй. Вот, останется наша Харьковская... Смотри, в Украине 454 города. Ну, 454 города. Но какие города-то, понимаешь? Самые где основные-то, областные-то города? Днепр, Киев, Кировоград, Харьков. Ну, вот. Я тебе просто говорю, Киев, Львов и там у вас там поближе-то кто там. Не-не-не-не-не-не-не-не, ну, напомни. Что? Какой тебе город надо? Луцк, Винница, Ивано-Франковск, что тебе надо? Вот, Ивано-Франковск. Что, Хмельницкий, что тебе не нравится в Ивано-Франковске? Вот, вот я говорю, вот они... А что тебе украинцы сделали? Что ты их хочешь ударить? Мне? Да. Да, д**я, базарят, ёпта. Так, базарят? Да. Там, на скеляку, на геляку, ёпта, там чё, б**ть. Ну, чё, кричали? А что, ты обиделся, или что? Так я не огорчу, я обижен в жопу, е**у. Ну, так ты обиделся, или что? Я тебе говорю, обижен в жопу, е**у. Так а что ты рассказываешь про то, что убить кого-то надо? А ты что, обиделся? Я тебе говорю, обижен в жопу, е**у. Я горчиться могу, я могу только горчиться. Обидеться я не могу. Я тебе говорю, я за то, я за то, чтобы вас тереть, вот знаешь, как нацию, е**ь, всех в пыль. Я понял, ну ты нацист, короче. Я не нацист, нацисты вы, которые флагами Бандеру приветствуют, нацисты вы. Да подожди, мы сейчас с тобой за Бандеру поговорим. То есть ты мне рассказываешь про то, что нас не должно существовать как нации, а нацисты мы, правильно? Да, да. Как нации, вот я тебе говорю, берем. Дай мне определение слова нацизма. Что, определение? Определение слова нацизма. Это, вознесение себя выше, ну, других рас. Ну, так ты возьмешься? Ну, я тебе вот чуть-чуть так. Ты себя возьмешь только что? В общих чертах. Ты себя возьмешь только что? Я себя не вез, понимаешь? Если в соседней квартире заводятся тараканы, надо травить их во всем доме. Ну, типа, если проводить правильную налогию для вас, россиян, если в соседней комнате заводятся тараканы, их надо побежать жрать на коленях. Вот так вот надо. Вот. Нет. Всех надо травить во всем нахуй доме, таракан. Я понял, понял. Вот вы как тараканы завелись, я нахуй, и вас надо травить во всем нахуй вообще. Я понял. Всех нахуй. А что мы тебе сделали? Лично тебе? Мне? Да. Лично мне? Да. Вы кричали москаляку на геляку? Прыгали? Я кричал. Смотри, москаляку на геляку. Я не тебе, я говорю. Ты, ты хочешь? Я приезжаю в Россию тогда. А я тебе лично говорю сейчас, смотри, москаляку на геляку. Ну и все. Ну и все. И тебя надо, блядь, как эту, коричневую, эту, блядь, чуму уничтожить ее. Коричневую чуму? Это ты про у себя черкаш на трусах или что? Да, и что вы будете делать, когда Путин улетит? Воскреснет. Понятное дело, что такой президент, как Путин, уже, ну, у него уже есть человек, который встанет после него. Медведев. То есть вы надеетесь, короче, на Медведева? Что? Я говорю, вы на Медведева надеетесь, да? Ну, Медведев либо Мишустин спокойно станет. Мне кажется, у него есть человек, который, мне кажется... Медведев, он же был президент. Ну, который, типа, так сказать... Ну, он поставит того человека, в котором он уверен доступен. У кого, клона, типа? Знаешь, и что? Может, так и что? Кого? Клона. Как ваш Зеленский, б***ь. Такого в России быть не... Что ты излишься? Я что-то излишься. Я тебя не оскорблял, а что у тебя попа подгорает? У меня еще ничего не... Ну, смотри, у тебя подружка спокойненько сидит, курит, и у тебя сидит попа подгорает. Ну, просто, я тоже наполовину украинка, и я... Украинка. Нет такого слова, украинка. Открой любой словарь по-русскому языку, почитай. Душа не... Короче, вопрос такой. Вы будете горевать по смерти Путина, в общем? Да. Да? Прям, ну, типа, плакать будете? Минки, а что? Нет, ну, не плакать, но будет грустно. Будет грустно, понятно. А за что вы украинцев ненавидите? Кто сказал, блядь, нам на нас по***ть? Я понял, а войну вы ведете на***я захватническую против Украины? А мы ведем войну? Мы с ружьями тут стоим или что перед тобой? Ну, почему вы такие кончены-то, я понять не могу. А, подожди, стой, я правильно понимаю? Нет, подожди, я правильно понимаю, что... Там, ну, какой у тебя примерка есть, типа на... Ну, смотри, во время Второй мировой войны были немцы, которые воевали, да, на фронте, ну, типа, им тоже вопрос такой задают, а ну, типа, они же не воевали, они же не нацисты, правильно? Да? Которые жили в нацистской Германии, они же не нацисты? Нацисты это только те, кто с оружием были, правильно? У меня тетя там живет, у меня тетя вышла за немца. Не вливать, я тебе только что привела налогию, ты будешь что-то отвечать? К победе России, они этого ждали. К победе России, ты слышишь, что я тебя спросил? Ты говоришь, мы на вас напали, а тебе провел налогию, типа. Немецкий народ там во время Второй мировой войны, когда немцы захватывали Европу, они нацистами были? Нужно, у него любое решение считается правильным. Чего? Мы напали, потому что так было правильно. Я не вижу смысла тебе что-то объяснять, б***ь, произносит и даун. А как ты относишься к тому, что вы бомбили Донецк несколько лет? Цель сейчас начинает отрицать. Бомбили Донецк несколько лет, мы. Да, Украина бомбила Донецк, то есть своих же людей и мирных. Смотри, сколько лет бомбили Донецк? А вы нацисты. Сколько лет бомбили Донецк? Восемь. Восемь лет бомбили Донецк. Сколько бомбили Мариуполь? Русских называют Турусы, а почему украинцев не можешь называть хо***? Мариупольцы всегда хо*** называли, если ты не задевала. Да ты что, что ты рассказываешь? Твоё поражение, б***ь, так всё. Мы тебя никак не назвали, мы тебя не назвали свиньёй. Ну и что? И б***ь, и ты, и б***ь. Ну, слышь, ты говоришь, ты говоришь, ну и что я тебе говорю, это оскорбление. Ну, типа, это оскорбление. Даже поплачь. Это то же самое, что и возьмёшь человека, там, типа, условно, из Дагестана, и зовёшь его хо***, ну, типа. Ты понимаешь? Мы так это называем. А потом ты удивляешься, почему вас называют, ну, типа, чтобы две тупые хо***. Вы же, вы же из Украины? Да. Вопрос. Вот, героям славы. Каким героям славы? Типа, вам перечислить героев Украины. Нет, ну, вы орёте там, б***ь, слава Украине, героям слава. Каким героям? Героям Украины. Их мало, по твоему мнению. Ты знаешь хотя бы одного героя Украины? Ой, Господи. Я-то их, я-то их откуда могу знать из России, б***ь. Так а чё ты... Хоть поясни, хоть за одного, что он сделал. Чё ты спрашиваешь? Хотя бы за одного, что он сделал. За одного, что он сделал. Ну, смотри. Поясни. Кого для тебя выбрать? А хотя бы за одного, да любого, рандомного, по х***ю. Любого рандомного. Что он сделал? За одного, ну, что он сделал? Героям слава. Героям слава. Ну, б***ь. Поясни. Хмельницкий. Ну, что он сделал? Хмельницкий что сделал? Воевал за Украину. За украинское государство. За независимость Украины воевал. Ого. Воевал с кем? С поляками. Это же ваши кинты. Это же ваши, ну, карифаны, блядь. Карифаны. Ну, смотрите, история такая штука, что не бывает на всей исторической плоскости. Постоянно друзей, особенно если мы говорим о государстве. То есть когда-то мы воевали вот с поляками. А сейчас с поляки, вот видите, на нашей стороне. С поляками, блядь, у вас была война? Была война с поляками. Угра-поляцкая? Есть такая война? Ой, господи, национально вызвольна война украинского народа с 1648 року. Посмотри, пожалуйста. А кто л**ки? Угра-поляцкая война была хоть раз? Да я тебе только что ответил, ты что, дурачок. В каком году? Я же тебе сказал, в 1648 году. В каком? В 1648 году. Хорошо. Каким героям славы? Да я же тебе уже рассказал. Героям Украины. Имена, фамилии, знаешь что? Я же тебе привел, только что, пример. Подзвуки, медали, блядь. Я хуй его знаю. Ну. Я же тебе только что... Героям славы. Вы орете, блядь, постоянно? Я же тебе только что... Слава Украине! Героям славы! Да я же тебе только что привел, пример. Ты мне задаешь вопрос, и не хочешь слышать на него ответ. Ты же нахворый, на голову. Да пошел ты нахуй, ехать. Гугл, блядь. Ты смотри, ты мне задал вопрос. Объясни мне. Да ты мне задал вопрос. Объясни мне. Я тебе объясню. Что ты говоришь? Как житель Украины? Каким героям славы? Да я же тебе объяснил уже. Тебе же не нравится. Ты объяснил, блядь. Куда ты объяснил? Двум человеком? А вы орете героям. Ты меня звал только одного, блядь. Я ищу героя. Да я же тебе говорю. Проблема в том, что ты не знаешь, как бы, вопроса, и лезешь у меня спрашивать. Хотя тебе, как украинец, объясняют, ты меня начинаешь перебивать. Объясняю. Объясняю. Еще, где герой-то? Богдан Хмельницкий, да? Смотри, Богдан Хмельницкий, герой украинского народа. Знаешь почему? Потому что воевал за украинскую государство. Кто еще герой Украины? Какого к тебе привести? Степан Андреевич Бандеря. Я у тебя. Тоже герой Украины, потому что воевал за украинскую. Ну, не воевал, он боролся, скажем так, да? За украинскую государство. А ты знаешь, что вы говорите? Вот по именно Бандере. Хорошо, я сейчас останавливаю твою... Останавливай. Пожалуйста, ради Бога. Кто такой Степан Бандера? Степан Бандера. Глава Организации украинских националистов. В 1941 году возгласил создание возобновления, то есть акт проголошения, ну да, возобновления, возобновления украинской государственности. Тебе еще надо, что из его биографии родился. На территории Польши был главой, краевой экзекутивой тоже Организации украинских националистов. Уже потом, после, в 1940 году произошел распад АУН, и он стал одним из глав АУН, так называемой Б, обореволюционной АУН. Что тебе еще надо? А ты знаешь, что он делал? Знаю, что он делал. Что? Я сказал, акт проголошения украинской государственности. Я вот тебя столкнул, ты говоришь, я знаю. Ты говоришь, что? Я тебе только что рассказал. Тебе еще что-то рассказать из его биографии? Может, ты какой-то вопрос задашь конкретный? Может, что тебя интересует? Нет, ну вот, именно во время, ну допустим, Великой Отечественной войны, что он делал? Сидел в концлагере. Как он вообще действовал? Сверх что? Сидел в концлагере за Ксенгалу. В этом же лагере здесь сидел и сын Сталина. Что сын Сталина? Сидел в концлагере. В том же, в котором и сидел Бандера, Степан Андреевич. Еще какие-то вопросы? Ну, рассказывай. Да что тебе рассказывать? Вопрос не какой-то задай. Что тебе рассказывать? Просто так рассказывать? Я бесплатным образованием сюда пришел заниматься или что? Стой Степан Бандера, чтобы ты понимал. Занимался именно тем, что он занимался геноцидом русского народа. В этом концлагере. Что ты что? В концлагере занимался геноцидом украинского... Ой, какого народа? Русского народа. В концлагере. Да, в концлагере. В Бандере. Это был предатель твой именно Степан Бандера. Кого он предал? Он предал весь такой хуйнский народ. Как и ты. Он часть украинского народа. Что такое русский народ? Он был такой же предатель, был такой же гитлеровец. Да я понял, я спрашиваю. Ково он предал? И что он был гитлером? Где ты увидел, что он был гитлером? Он предал народу, к** ССР. Так насрать на народ СССР? Он предал русский народ, на хуйн был таким же... Он распределел так же людьми русским, был таким же предательным, как ты. Я понял, подожди. Как он... Я же тебе понимаю. Бандера украинец. Он действовал в интересах украинского народа. Какая разница, что там у СССР? Какого украинского народа? Ты вспомни на хуйнк. Какие были года? Это не было такого украинского народа в СССР. Как это не было украинского народа? Украинская Советская Социалистическая Республика, она была кем населена? Не украинцами? Ну хорошо, украинцами. Ну так почему ты мне рассказываешь, что не было украинского народа? Исторически так сложилось, что украинцы в тот период времени проживали не только на территории Советского Союза, а и на территории Польши, допустим, как Степан Андреевич Бандера. Не надо вместе со мной говорить, когда я тебе на вопрос отвечаю. Бандера плохой, потому что он сотрудничал с Гитлером, правильно? По твоей логике. Я был дебил. Подожди, по твоей логике, правильно? А Сталин не сотрудничал с Гитлером? Нет. Как это? А пакт Молотова-Риббентропа? А после раздела Польши документ о дружбе и границе? Это что такое? Это... В смысле, при чем здесь это? Ну подожди, Сталин же сотрудничал с Гитлером? Ты с чего ты вообще взял? Загугли пакт Молотова-Риббентропа, что это такое? Загугли. Всю жизнь жили, блядь. Вокобок, блядь. С гандонами. Да почему, ну, блядь. С гандонами? Блядь. Вокобок всю жизнь. Ну вот смотри, вот тебе не нужно лицо русского мира. Я не знаю, вот взять, вот как ты же дырява, СССР. Всю жизнь, блядь, мы жили, блядь, и были украинцы. Вот у меня отец, блядь, служил. Поляки, украинцы, россияне, блядь. Все там были, блядь. Там вплоть до, ну... И шо? Блядь, там до хуй... Регионов, нахуй. И шо теперь? Так я понимаешь, блядь, а сейчас, вот, ну... А теперь Украина дырявая, вот и все. Блядь, блядь. Если бы была такая возможность закончить войну, мы бы её закончили. Если бы была такая возможность, сделать это быстро. Пока такая возможность есть только у России. Вы можете просто взять и вывести войска из Украины. И на этом все закончится. Все, и отдать нам все территории. Все, ну тут никакой дискуссии быть не может. Весь процесс войны, весь процесс войны, вам это говорят. Это из-за вашего дикого желания, из-за вашего дикого желания въебаться нахуй в Европу. Че ты лезешь? Че ты лезешь в мою страну? Скажи мне, что тебе надо? Мы хотим в Европу. Тебя это вообще как колышет. Так это наша территория, ты понимаешь или нет? Давай сейчас я приеду к тебе в Белгород, провожу в Белгороде Народную Республику и буду тебе рассказывать, Белгород это не Россия, это отдельная территория. И скоро Одесса тоже будет наша. И Одесса, и Харьков, нахуй. Ты сначала говоришь, научись. Не Одесса, а Одесса. У вас язык такой стрёмный, настолько стрёмный, что пи***ц. Это самый спевучий язык в мире. Это один из самых красивых языков в мире, кстати. Держу в пульсе. Но только вам, оркам, с ушными раковинами, видимо, ну какими-то там видоизмененными, вам плохо слышать украинский язык. Конечно, трудно, потому что украинский язык это язык свободы в первую очередь. Вас бесит, что мы говорим на украинском языке. Вас бесит, что мы считаем себя не одним народом с вами. Вас бесит, что у нас есть своя культура, свой язык. Вас это раздражает, потому что вы имперцы. Вы просто, ну, вы не признаете существование Украины как отдельного формирования. В этом и вся причина, в этом и суть войны. Вот ты не боишься, вот ты сейчас реально, вот ты мне показал, что ты, типа, ну, на самом деле, типа, приграничной территории, где, типа, идет зона боевых действий. Хорошо, хорошо. Вот ты не боишься, когда, ну, дойдет, так сказать, до тебя очередь, и возьмут твое село, твое город, б***ь, это деревня, неважно. Ну, тебя просто, б***ь, ну, люди увидят, что ты такого х***ю стримил, там не стримил, что-то там, и просто тебя подвесят за яйца где-нибудь. Ага, ага, я понял. А вы, ну, скоро дойдете? Ну, слушай, я не знаю, скоро, не скоро, как бы у вас наступление, что вы там наступаете, выступаете, что вы делаете? Да не, просто смотри, год войны идет, ну, типа, какие у вас цели были там спецоперации? Вы сказали, вы дойдете, типа, до Приднестровья, да, типа, будет Приднестровье, там, типа, сухопутный коридор, вы там рассказывали, рассказывали, что вы возьмете Киев, смените там правительство, потом рассказывали за то, что, ну, типа, дойдете до границ Донецка-Луганской области. Прошел год, вы пока что, ну, только с Херсона убежали, а еще убежали из Харьковской области, из Киевской области, убежали из Черниговской, Сумской области. Ну, что-то как-то у вас, по-моему, все тяжело, нет? Ну, слушай, б***ь, а у вас не тяжело, да? У вас все охуенно идет. В смысле, у нас охуенно идет? А ты понимаешь вообще, что-то разница между, понимаешь разницу между нашими положениями или нет? Понимаешь, нет? Не понимаю. Я объясняю разницу положений. Пока он сидит и пытается меня запугивать за то, что я проявляю проукраинскую позицию, пытается мне внушить, что за свою проукраинскую позицию, за то, что я не есть предатель своей родины, я должен бояться теперь его каких-то собачьих войск, меня это абсолютно, типа, не волнует. Разность позиции заключается в том, что мы на своей земле, мы защищаемся. У нас не может быть успеха или не успеха. Мы защищаемся, у нас в любом случае будет успех, до тех пор, пока мы существуем как государство. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова